Евгений Абрамович Боротынский, русский поэт, один из самых ярких, загадочных и в то же время недооцененных фигур русской литературы 19 века. Известный русский поэт Золотого века родился в дворянской семье. Отец его был помещик, отставной генерал-лейтенант. В детстве Боротынский учился в частом немецком пансионе в Петербурге, а в 12 лет его отдали в Пажевский корпус. Однако шалости и отказ подчиняться порядкам корпуса привели к тому, что через два года он был оттуда исключен с запретом поступать на военную службу, кроме как рядовым. После этого несколько лет юноша жил в поместье родных, где и начал писать стихи. В 1820 году Боротынский получил офицерский чин и был переведен в полк своего родственника. В 1826 году из-за болезни матери Боротынский вышел в отставку и поселился в Москве, женившись на Анастасии Энгельгард. В 1931 году поэт приезжает в Казань. Поначалу город не произвел абсолютно никакого впечатления на Боротынского. Свой приезд сюда он воспринял как изгнание. На самом же деле приезд был связан с необходимостью устраивать хозяйственные дела, в старинном поместье Каймары, которое находилось под Казанью. Поэт принимал участие в литературной жизни Казани, посещал литературный салон фуксов, читал там свои произведения. В Казани и Каймарах Боротынский написал лучшие свои произведения. Например, «Где сладкий шепот», поэт рисует природу Каймар ранней зимой, а также произведения Александре Андреевне Фукс. Второй раз в Боротынский приезжал в 1833 году. Здесь произошла его встреча с Пушкиным, приехавшим в Казань для сбора материала о восстании Емельяна Пугачева. Немало сведений хранит и отдел рукописей и редких книг Казанского университета. Например, здесь хранятся два его сборника. Два сборника стихотворения Евгения Боротынского, которые были выпущены в Казани в 1900 и в 1901 году. Жизнь потомков поэта Боротынского была связана и с Императорским Казанским университетом. В церкви университета в 1864 году венчались сын поэта Николай Боротынский и дочь профессора востоковедения Казэм Беке. Евгений Абрамович был искренним и страстным искателем истины. Его творчество отличается глубиной философской мысли и совершенством художественной формы. 29 июня 1844 году Евгений Боротынский умер. Официальной причиной смерти назван разрыв сердца. Так, в августе 1845 года тело поэта вернулось на родину в Санкт-Петербург. Русского поэта предали земле на Новолазаревском кладбище на территории монастыря Александра Невского. Амир Ахтямов, Амир Юлдашев, Универньюз.